Заповедник Столбы является одним из старейших заповедников. Во-первых. Во-вторых, он у нас самый посещаемый в России заповедник. У нас больше 350 тысяч человек приходит, посещает центральные столбы. Также есть у нас Восточный вход. Там посещение где-то 1040 человек приходит. И уникальность его в том, что он был создан по инициативе граждан. То есть в далекие еще годы, революционные, в 20-21 году было первое упоминание о том, что надо сделать заповедник. Яркой такой отличительной особенностью от других заповедных территорий не государство продиктовало и сказало, что мы будем охранять здесь кого-то, либо что-то, как это зачастую бывает с другими территориями. Здесь сами посетители добились того, чтобы эту территорию закрыли, стали считать заповедником и охранять здесь и объекты неживой природы, и, конечно же, живую природу. На территории насчитывается около ста скал, которые имеют свои собственные названия. Вот первый, второй, третий, четвертый, вот так в цифровом обозначении они остались, видимо, по степени встречаемости. И найти образ и сходство сложно с кем-то, либо с чем-то, поэтому они так вот и остались называться. Остальные вот уже у кого какая была фантазия. На столбах можно ночевать, определенно отведенное место есть, потому что если вы поставите палатку вне установленных мест, это нарушение заповедного законодательства, это нельзя делать. У нас для размещения с ночевой есть палаточный городок, вы с палаткой приходите и размещаетесь, там предоставлено удобства, такие как электричество подведено, есть костровая беседка, вот. Есть гостевые домики, если палаточный лагерь для теплого времени года, то гостевые домики, они рассчитаны на круглогодичное пребывание посетителей. Многие сотрудники заповедника говорят такой слоган «За здоровьем на столбы». Потому что здесь действительно уникальная природа, уникальный воздух чистый. Несмотря на то, что рядышком крупный город-мегаполис Красноярск, на столбах всегда чувствуется разница и в температурном режиме, и в чистоте воздуха тоже.